Всем привет! По просьбе рассказываю пережитые впечатления землетрясения у нас в Мерсине. Ну, наверное, видно по моему состоянию, что состояние просто не стояние. Мы проснулись в 4 часа утра от того, что кровать ходит ходуном, весь дом трусится, всё трусится. Сначала, когда я только проснулась, было ощущение, я думала, что мой ребёнок, ему что-то снится, и он бегает по кровати и толкает меня. Потом я поняла, что у меня ребёнок ещё спит, всё ходит ходуном. Я выбежала на балкон, смотрю, уже много людей на улице, люди садятся в машины, уезжают. У меня началась паника, начался страх. Я начала всем звонить, узнавать, что происходит. Ну, где-то через секунд 30, наверное, я поняла, что у нас сильное землетрясение. Что я сделала в первую очередь? Я быстро разбудила ребёнка, одела его, схватила в руки документы, оделась сама, и всё, я готова была выходить на выход. Вот. Было очень страшно. Если честно, мы вышли на улицу, побыли какое-то время на улице, потом зашли обратно, ко мне приехали мои друзья, пришла мама молодого человека, были все у меня, потому что я живу на первом этаже, близко у меня выход с подъезда на улицу сразу. Вот. Полдня сидели, боялись, было страшно, всё в новостях. Думали, что, ну, после такого сильного, вот, почти 8 баллов землетрясения, второго такого не повторится. В обед мы пошли с подругой моей в аптеку, пошли в магазин купить продуктов, а наши дети остались с бабушкой дома. Пока мы ходили, скуплялись, выходим из магазина, и я просто вижу, как вот в высоком здании стекло трескается, которое в пол, получается, вход, трескается полностью стекло, начинает трещать дом, к нам подбегает мужик, и говорит, опять начинается землетрясение. Я бежала домой, сломя голову, кричала, плакала, что у меня дома дети сами. Просто это был ад, это было самое страшное, я так быстро никогда в жизни не бегала. Пока я бежала, уже началось землетрясение, опять 7,7 баллов, начала сильно трусить. Когда я прибежала, возле дома уже стояли наши дети с бабушкой, бабушка сказала, что Майк, мой сын, увидел, как начала шататься люстра, быстро схватил обувь, схватил куртки и вывел всех на улицу. Вот такая вот ситуация произошла. У всех, конечно, был шок, потому что Мерсин, это вообще наш город, который не подвержен землетрясению. Но вот такая волна до нас очень сильно дошла. Разрушений, как таковых, особо нет. Там, кроме некоторых трещин, в некоторых домах госпиталь треснул у нас пополам, трещина пошла по зданию. Дома у нас в городе не падали, но к нам привезли очень много детей из-под завалов, людей привезли, несколько кораблей пришло. Поэтому сегодня мы собирали по возможности с друзьями помощь, передавали, отправляли помощь детям. Еду, завтра опять пойдем покупать им памперсы, еду передавать. Ну, в общем, было страшно сейчас уже, слава богу, вот эта ночь прошла нормально. Сегодня было первое утро, когда мы проснулись без каких-то вибраций, без каких-то трясок, то есть мы уже ничего не чувствовали. Землетрясения до сих пор продолжаются, но до пяти баллов, как бы, авторшоки, которые, в принципе, у нас почти не чувствуются. Иногда пошатывалась люстра, но ощущений уже никаких не было. Самое страшное сейчас, это, не знаю, наверное, это уже накрут какой-то. Под нами находится вулкан, который более 400 лет, в принципе, уже неподвижный, то есть это спящий вулкан. Но когда читаешь новости, и читаешь, что есть возможности, как что вулканы могут проснуться, становится страшно. Но мы пока не унываем, пока принимаем родственников. У нас есть родственники, которые были в эпицентре, едут сейчас к нам, поэтому мы сейчас ждём, пока они приедут, будем помогать им, будем помогать всем, кому только можно, как можем, и надеяться, что всё будет хорошо. Это, конечно, очень страшно, потому что даже при том, что говорят, что здесь дома построены как бы в зависимости от года постройки, построены они с тем, что они могут выдержать землетрясение, но из-за того, что первые этажи у домов это магазины, магазины сносят частично несущие стены, и вот когда одну несущую стену сносят, то дом не выдерживает вот этих вот землетрясений выше 7 баллов и падает. Поэтому очень страшно. Мы здесь находимся на холмах, то есть у нас постоянно либо вниз, либо вверх уклон, и поэтому, конечно, все очень переживают и боятся. Но надеемся, что больше такого не повторится, по крайней мере, в ближайшее время. Но авторшоки нам обещают еще ближайшую неделю, 2 месяца, а то и до полугода. Поэтому мы всегда наготове, чемоданчики тревожные собраны. Но с опытом уже понимаешь, что как бы вот я выезжала из оккупации, да, там мы везли с собой сумку, чемодан вещей. За 9 месяцев я при переезде на новую квартиру поняла, что у меня накопилось очень много вещей, и поэтому сейчас мой тревожный чемоданчик, это папка с документами, банковская карта и буквально вот какая-нибудь там одна пара одежды ребенку переодеться и пара одежды теплой переодеться себе. Все, все остальное понимаешь, что в принципе не нужно за собой тягать, не нужно ничего тянуть. Самое важное, это просто иметь возможность потом купить себе все необходимое.